Это во сколько лет я соберусь, никаких наволочек не было. Одна простыня, одно дело. Все остальное собственное. Посельное белье и прочие мелочи. Значит дальше. Средства ледиены по КВ-19. Это дополнительная бутылка одна в неделю слабо разведенной хлопки. Там даже запаха хлопки нет. Это пора по той пока. Значит, еда должна осуществляться по трем таблицам. Третья, четвертая и пятая. Существует значит одна таблица и та ей не соответствует. То есть по целому ряду положений просто нет ингредиентов. Существует только общий стол с полным несоответствием. Но питаются заключенные, если хотят нормально питаться, за свой счет. При официальном наличии плитки, допустим, для оплаты электроэнергии нет возможности для получения положенных продуктов. Хотя бы в разобранном виде. Ну не могут сами готовить. Ну дайте хотя бы люди приготовить самостоятельно. То есть, как бы там ни было, все-таки 21 век на дворе. Ну можно же как-то к этой проблеме подойти иначе. Значит, во всех камерах в основном матрасы старые, гнилые, являются рассадником насекомых. У меня в том числе. Хотя дезинфекция проводится, но это, знаете, оно малоэффективно. Значит, тараканы и прочая мелкая жизнь как была, так и есть. Значит, касательно празы, что ранее заключенные не жаловались на условия содержания, всегда жаловались. Я дальше пройдусь по таким, значит, ярким датам, что когда происходило. Значит, в рапорте также не указан тот факт, что, значит, обусловленное телерадиовещание, телерадиовещание, оно проводится очень частично. То есть нету телевизионных приемников, нету радио. У меня это, конечно, свое собственное. Те, кто хочет, имеют свои собственные. Ну, есть статья 208 исполнительного кодекса, она предписывает 6 часов показа ежедневно и 8 часов показа, значит, выходные и праздники. Просто я на этом делаю упор, потому что много раз во время голодовок, ну, на меня оказывалось давление именно отсутствием информации, то есть это было как система давления включена. Дальше не указано в рапорте, что я содержусь в одиночке почти 5 лет. Дальше. Значит, даты, на которые следовало бы обратить внимание и события, которые имели место быть. Значит, например, последнее, это, значит, написано на последнее наше рассмотрение. Последняя голодовка проводилась 30-го, 10-го, 20-го года. Значит, это и условия содержания. Значит, и еще один момент по правовой базе, к которому я сейчас подойду. На предварительном аресте я находилась, значит, 17 с половиной, и еще 6 месяцев, 10 дней. Значит, дальше. Во время голодовки в пенитенциаре 7-м, это пока по дату, мы дальше комментируем. Рапорт. Рапорт. То есть я санкционирована была, что я в своем возрасте хожу на голодовке, я еще была санкционирована. Значит, дальше. Пенитенциаром 13-м руководил господин Пензио Игорь Михайлович 17-го. Два с половиной года он был, так сказать, в рулях, хотя он пришел, будучи осужденным, и ушел, будучи осужденным. То есть все были под пытками именно в период этого правления, под натуральными пытками. Осужден по статье 166-й 3-м, это не тайная информация, она была расположена в интернете и в прессе. Значит, имел место также такой факт. Значит, меня отправляли в ПУСИН Русска. Медицинскую карточку даже не удосужились отправить. Я отправилась спустя месяц. Значит, дальше. Ремонт П-13 женского корпуса, уже совсем свежий, когда стали во все говорить, в условиях содержания. Значит, проводились с 28 декабря 2019 года по 22 мая 2020 года. И в это время ни один человек ни у женского корпуса, ну, скажем, отселён в другие помещения. То есть это пыль, грязь. Это, значит, систематическая работа отбойных молотков. Это демонтаж шпонок, плитки. И в этой грязи мы все находились. Это уже был период пандемии. Это уже был период, когда люди во всем этом, значит, должны были кушать, должны были находиться. Дальше. Этот ремонт, ну, забрал здоровье, по-моему, всех, кто там находился. Значит, согласно сертификату голодовок я продала 8 штук. По факту больше. Общая продолжительность 94 дня. Значит, выезды на суды, ну, это как факт. То есть я пыталась защищать своих правах. Но 208 выездов на суды. Что это с моим травмированным позвоночником? Это, конечно, очень тяжелая вещь. А куда я буду к состоянию здоровья? Переводы в ПУ-7 и обратно. Всё вместе 12 выездов. Шесть туда, шесть обратно. Хотя, согласно приговору от 1 декабря 2020 года, вступившему вот сейчас в законную силу, только на данный момент могли меня, это условия содержания, объединения сроков, меня могли отправлять в Русску. Что я там делала, начиная с 2019 года, ну, мало кому известно. Когда у меня были и судебные заседания, и ещё не было вообще никаких параметров, сколько ж ты ведь попало. Дальше. Год объединения сроков было заслушано только с 16-го, 11-го, 20-го года и 1 декабря в законный телепреговор. Ещё имел место такой вариант пребывания в камере номер 120-й на протяжении практически года, с 12-го, 11-го, по 2016-го, по 14-й, 9-й, 2017-го года. Значит, хотя по этой камере буквально передо мной, общее содержание 11 месяцев и 2 дня. Значит, госпожа, вам не честно, получила прецедентное решение суда, в высшей судебной палатой, причём государство выплатило эту компенсацию, по-моему, 10 тысяч евро. Я сейчас приложу протокол её решения, значит, к материалам дела, о том, что там нельзя содержать людей в принципе. Это полуподвальное, очень сырое помещение, с бетонным полом, постоянно гниющее, разлагающее. Пребывание в этом подвале привело к тому, что я заболела эмпидемой лёгкой. Значит, в одиночке на тот момент, когда я это писала, я находила 4,5 года, сейчас уже по факту я вам сказала сколько. Так, этапирование, заболевание у меня, 13 хронических заболеваний, которых я не имела до периода помещения вообще в тюрьму. То есть, я делала удовлетворительно здоровым человеком. Сейчас у меня 13 хронических заболеваний, и 4 из них не дают мне вообще возможность нормально функционировать. Значит, частных адвокатов, адвокатские услуги подорожали, был поднят официальный ресурс, и сейчас, после 6,5 лет отбывания под стражей, а просто тебе, в полном объёме нужную мне по всем фактам адвокатскую защиту обеспечить не могу. Кроме этого, значит, первое обращение в ЕСПЧ было 18 апреля 2016 года по условиям содержания. Значит, дело вернулось рекомендация рассматривать всё в судах, в Молдавском судопроизводстве, как у многих других. Однако, на сегодняшний день, прямо на данный момент, условия содержания не могут быть удовлетворительными, это по П-13. Ну, например, такая вещь, извините, но естественные слова выкинешь, как дючка. У меня травма позвоночника. Правая половина рука, нога не работает. Дючка – это как бы туалет вместо унитаза. И вот представьте себе, как человек с разбитым позвоночником, плохо работающий правой рукой и правой ногой, вот ходит на такой туалет. Извините, ну, за такие нюансы. Я вообще существую лёжа. То есть я пишу, шью, ну, всё, делаю лёжа на животе. Причём уже больше пяти лет. Я неоднократно, почему так много выездов на суды, я обращалась, конечно, в сторону пенитенциара, в сторону АНИПЭ, в сторону судов. Куда только не обращалась. Вот этот весь объём, по сути дела, его можно вот так вот просто передать вам. Они все имеют отношение к устроенному содержанию. И это будет, ну, на два тома дело по тяде. То есть я прошла столько круглого года, и оказывается недостаточно. Вот на данный момент я хочу показать вот такая вот вещь. Это мы, чертификат обожизненной инвалидности, уже можно на данном этапе приложить материалом к делу. И экстраз о наличии тренадцати заболеваний. Но я хочу показать другое то, что у меня имеется в одном экземпляре. Я заболела паранатозом. Это для суда? Это для суда, да. Это для суда, да. Значит, и сделала вот такой рентген-ортопантографию. Три года назад. У меня просто нет возможности в пенитенциаре снять копию. За свой счет, вот здесь приложены данные, как рекомендуют пенитенциаре с тренадцатой. И вот с тех пор, три года, по сегодняшний день, мне не оказывают помощь по паранатозу. Никакую добиться от АНИП, от Минюста и от судебных инстанций, хотя дело на рассмотрение дела находятся. Значит, вот этот рентген, чтобы меня вывезли за свой счет, я голодала двадцать шесть дней. Тринадцать на территории русских. Ой, и тринадцать на территории пенитенциара тринадцатого. То есть, понимаете, в чем парадон? На сегодняшний день, обратите внимание, оцените.